Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Михаила. И мы договорились его поздравить тем, что мы расскажем о людях, которые родились в эту дату 30 августа. То есть это будет также полезно для всех людей, которые родились 30 августа. И мы договорились, что я буду говорить о том, что такое день рождения. Почему мы празднуем этот праздник? Это же, конечно же, связано с астрологией и с движением небесных тел. Не просто так у нас день рождения каждый один раз в году. Этот незабываемый яркий праздник с детства, к которому потом следует относиться более осознанно, чем старшим мы становимся. А вот я пока мы не начали, вот у меня такой вопрос возник очень быстро. По ведическим традициям праздник, вот такой, как день рождения, его хорошо праздновать? Или это не обязательно? Как вообще вот с этим дела обстоят? Ну, если мы будем говорить, ведические традиции, это мировые традиции, то есть общий корень, имеет вся культура, то есть это может стать ведический корень. Конечно, день рождения — это праздник, очень важный для людей, его нужно и важно отмечать в жизни, потому что он связан с определённой инициацией. То есть с определённым завершением цикла. Когда цикл завершается, у нас, значит, возникает такой в жизни небольшой экзамен. Экзамен для души, а Солнце — это вообще показатель души в гороскопе. И то есть каждый раз, когда Солнце становится в особое положение в нашем гороскопе, а особое положение — это значит, оно возвращается на круги своя. То есть оно возвращается в ту же точку, в тот же градус, как и при нашем рождении. И это происходит каждый наш день рождения. Зодиак устроен таким образом, что он делится на 12 частей, а 12 частей, 12 домов в гороскопе или 12 знаков зодиака — это 12 месяцев. Каждый из них по 30 градусов. И за один знак Солнце проходит за 30 дней, а 30 дней — это месяц. То есть получается, что у нас 12 месяцев в году, и Солнце продвигается по зодиаку по 1 градусу в день. И поэтому можем, в принципе, описывать людей, исходя из того, где у них стоит Солнце. Ну, чем и занимается, кстати, западная астрология, где Солнце уделяется очень большое внимание. Они просто пользуются тропическим зодиаком. Он как раз-таки солярный и солнечный. Там очень важно положение Солнца, как характеристика именно Личности человека. Для нас же в ведической астрологии, когда мы используем сибирический зодиак, Солнце воспринимается как показатель Души. А Душа преломляется конкретно в характер уже через отражение Солнца, солнечных лучей от Луны. И поэтому у нас получается такое, что мы рассматриваем сразу два светила. Солнце как показатель Души и Луна как отражение желаний нашей Души в нашем уме, то есть в наших желаниях повседневных, бытовых. И характер больше смотрится от Луны. Вот и поэтому о Солнце мы будем сейчас говорить как о планете, которая показывает нам не повседневные задачи, не какие-то бытовые вещи в нашем характере, а именно тот свет, который мы несем в себе всю жизнь. И этот свет раскрывается больше к середине жизни. Лет в 50 начинается естественный период, когда Душа уже обнажается. Когда он уже проработал такие вещи, которые связаны с материей. В это время обычно дети уже повзрослели, не нужно никого особо обеспечивать. Заботится о таких вещах, которые связаны с земным. И человек обращается к своей сути. А кто я и в чём моя основная задача? Вот это именно значение дня рождения. Вспомнить, кто я и в чём моя суть. Какой свет я себе несу и какая задача у меня вообще основная. Основная задача жизни с 50 до 70 лет реализуется в основном, когда вот уже такой человек зрелый, мудрый, и он может видеть, зачем он сюда пришёл. Да, спасибо. Я хочу просто повторить для тех, кто не только что подключился, что мы беседуем с Анной Ласточкиной, которая сейчас находится в Эстонии, что мы сегодня поздравляем Михаила, основателя радио, с днём рождения, потому что, в общем-то, день такой 30 августа, когда он родился. Желаем ему здоровья, радости, счастья, всего самого доброго. И мы говорим сегодня о тех, кто родился 30 августа. Что же их отличает, этих людей? Да. 30 августа. Солнце по седрическому зодиаку стоит в знаке Льва. Поэтому эти люди обладают качествами, которые характерны для этого знака. Это независимость, творчество, это умение и желание очерчивать свои границы, это, конечно же, высокой степени эгоцентризма, сосредоточенности на себе, на своих задачах. Но у нас 30 градусов Льва, и нам нужно определить точную точку, конкретный день, потому что это достаточно, это 30 дней. Продолжается. Эти качества так или иначе проявляются в знаке Льва, но нам нужна точка. И 30 августа солнце стоит в Накшатре Пурва-Пхалгуни. Накшатра — это более тонкое деление зодиака, и она уже показывает более точные характеристики. И Пурва-Пхалгуни — это люди, которые очень тесно связаны с творчеством и с желанием что-то своё, личное сотворять. Это люди, которые становятся организаторами различных проектов. И проектов, которые несут очень такую яркость, они отличаются от многих, они могут быть инновационными, эти проекты. И символ Пурва-Пхалгуни — гамак. Это очень важно отметить, особенно если у вас дети родились 30 августа, и когда солнце в Накшатре Пурва-Пхалгуни. Это люди, которые готовы работать, но только когда их никто не подгоняет. То есть только когда они находятся в расслабленном состоянии, и у них есть запас времени, запас ресурсов, чтобы действовать. Иначе такие люди отказываются. Они достаточно эгоцентричны, и они творят, исходя из расслабленного состояния. И вот эта Пурва-Пхалгуни Накшатра, она рождает актёров, музыкантов. Там уже от других факторов гороскопа зависит. Либо начальников. Но тоже в какой-то творческой среде, потому что она даёт очень большой такой творческий аспект, придает, что у нас есть другие Накшатры Солнца. Это Макха, где больше прорабатывается власть, и человек окунается вот в эти процессы властные, зачем нужна царственность какая-то, и что означают корни, то есть в родовые проблемы идут. А вот Пурва-Пхалгуни — это именно те, которые хотят сверкать, и чтобы их видели. И значение этого Солнца будет обуславливаться положением ещё Венеры в гороскопе, потому что Пурва-Пхалгуни управляется Венерой. То есть какая пойдёт реализация у Души, зависит от Венеры. И дальше... Венера не в очень хорошем положении, состоянии. Как с этим работать? Она не бывает. Ну как, не бывает такого, что что-то очень хорошее в гороскопе, что-то не очень хорошее. Бывают позиции, которые мы не поняли. Позиции, которые трудно понять и трудно приспособить. И если Венера нехорошая, если вы имеете в виду она в падении, то это надо найти те сферы, в которых она востребована. Ну, например, когда нужно обращать внимание на мелочи, и это очень выгодно. Иначе это будет цепляние к своему партнёру. Если у человека Венера в падении, то он становится педантичным в отношениях. И замечать больше какие-то мелочи, которые не имеют отношения к общей картине. А вот если это реставратор, или какой-то технически настроенный человек, или даже хирург, ну, в зависимости от других, пластический хирург, в Венере так притянем, то это очень выгодное положение. Ну и дальше. Про 30-е, по 30-е августа. То есть мы выяснили, что это Накшатра, Пурвабхалгуни, что это люди эгоцентричные, яркие, творческие, которые не любят, чтобы их подгоняли. То есть они любят творить независимо и предпочитают независимые проекты. И дальше мы ещё посмотрим. Посмотрим в одну 108-ю зодиака. То есть не в одну 27-ю, а в одну 108-ю. То есть мы разделим условно зодиак на 108 маленьких частей. Посмотрим, куда попадает это солнце. И оно снова попадёт во льва. Эта позиция 30-го августа означает очень сильное солнце. Оно называется на санскрите Варготама. Такой обладает статусом таким Варготама. Это значит, что позиция очень яркая. И планета становится в несколько раз сильнее. Потому что её не надо приспосабливать к другим энергиям, когда человек идёт в общество общаться, устанавливать контакты. И получается, что это лев-лев. То есть это ещё больше подчёркивает независимость и властность. И желание себя как-то ярко выражать. И я ещё смотрю обычно планету через Сурьямшу. Особенно солнце очень важно смотреть через Сурьямшу. Сурьямша, или она называется Двадышамша, это такая карта, вспомогательная, дробная карта в ведической астрологии, которая показывает родовую принадлежность человеку. То есть солнце – это вообще наш род, я, моё я. И если мы посмотрим через Сурьямшу ещё солнце, мы увидим, на чём базируется я человека, какой у него есть второй аспект этого солнца. И получается, что 30 апреля, ой, август, солнце стоит в Двадышамше или в Сурьямше козерога. То есть есть ещё качество козерога у этих людей немножко. Легко к льву внутри добавляется козерог. Это значит, что люди не просто, которые хотят ярко творить и разбрасываться своей творческой энергией, это люди, которые могут опереться на структуру внутри себя. То есть они могут заземлить проекты свои. Они чувствуют опору в виде вот этого козерога. Козерог – это самый трудолюбивый знак. То есть у них есть такой аспект трудолюбия у этих людей. А если там чуть-чуть сместить, да, то там уже будет в Сурьямше не козерога, там, допустим, водолея, ну и куда-то оно сместится. И будет уже не та трактовка. И мы сейчас вот вышли именно на ту трактовку, которая составляет день. Да, вот какой это день. Это день очень сильных независимых людей, которые любят проекты независимые и становятся в их главе. И одновременно они достаточно трудолюбивы, чтобы эти проекты реализовывать. И нас поздравляем. Совершенно замечательно поздравляем. И надеемся, что все начинания осуществляться и будут успешными. И в дальнейшем. Ну что ж, раз мы сегодня уже раз говорим о днях рождения, к нам поступило очень много вопросов и на эту тему, и на тему рода, родового развития и так далее. Вот такой был вопрос. Если рождается ребенок в один день с папой, мамой, бабушкой, дедушкой, что же это значит? Ну, этот вопрос мы сейчас очень легко ответим. Да, и пойдем дальше. Потому что мы только что сказали, что такое один день, одна и та же дата рождения. Это когда Солнце становится в тот же самый знак, и в тот же самое место, в тот же самый градус даже. Это значит, что по сути своей эти два человека очень похожи. То есть тот свет, который они несут внутри себя, свет их души, он идентичен. И у них идентичные задачи получаются. Конечно, их характеры могут очень разниться в зависимости от других положений гороскопа. Луна может быть в совсем разных местах. Но вот эта суть, родовая суть, у них будет одинакова. И это, конечно, роднит людей. Это значит, что это люди из одного рода, если они рождаются вот с такими позициями. И часто, кстати, бывает, что рядом с папой или с мамой рождаются дети. То есть они берут качество солнца. То есть либо маминого, либо папиного. Вот я чаще вижу, что девочки, кстати, девочки, ну мальчики тоже, рождаются рядом где-то с днём рождения папы. Вот так. И солнце получается немножко похожее. То есть вот эта родовая суть, она... Ну вот, между прочим, у меня так и произошло. У моего папы день рождения 10 сентября, а у меня 19. Так что... Нет, я тоже могу подтвердить. У меня папа рождение 24 ноября, а у меня 27 ноября. И много таких случаев. Я же гороскопы анализирую, что... Удивительно. Дети рождаются рядом с родителями. Либо напротив тоже может быть. То есть как бы, когда солнце стоит напротив. Когда напротив, это примерно то же самое, только через принцип антагонизма. То есть взаимодополнение. Ну, либо там... В этом, в Кембрии. Это я уже... Ну, там тоже есть законы, как рождаются дети. А дети, как правильно. Ну да, это уже тонкости. Ну, тут в продолжении был вопрос о том, а если совпадают цифры и дня рождения с папой, мамой, бабушкой, дедушкой. В принципе... Цифры. Когда мы говорим о цифрах, мы, конечно, говорим о нумерологии. То есть каждая цифра, число что-то несёт. Число — это энергия. Энергию — это можно сопоставить с энергией планеты, можно её свести до какой-то единой цифры и увидеть похожесть. Но это такой очень поверхностный общий анализ. Гороскоп даёт гораздо больше тонкостей. То есть... Ну и сама нумерология, она гораздо сложнее, чем просто сопоставить даты рождения. Там можно как-то... Не знаю, что можно. Квадраты чертить вот эти. Ну да, квадрат Пифагора называют. Квадрат Пифагора, да, что-то. Поэтому я большего не скажу. Я пользуюсь другой методикой. То есть я заглядываю в глубь гороскопа, в глубь даты рождения через сибирический зодиак, ведическую астрологию. Да, вот как раз, если мы говорим о нумерологии, Михаил разбирается, изучал нумерологию какое-то время, очень её любит, вообще очень любит цифры. Поэтому если кому-то интересуют именно цифры, даты рождения, то можно к нему обратиться. Он много чего интересного может рассказать. Ну что ж, мы продолжаем. У нас был вопрос о роде, о том, как если в мир иной уходит, например, бабушка, опять же, бабушка, дедушка, и в течение этого года рождается ребёнок, то ребёнку передают энергию для рождения или перерождается умерший человек. Вот что-то в этом роде, что происходит, да, какие у нас, берёт ли ребёнок качество этих бабушек, дедушек или может переродиться, да, мы... Ну, нужно начать с того, что род — это система. И любая система всегда стремится к самоподдержанию и воспроизводству в себя самой. И, конечно, когда кто-то в роду уходит, по законам здоровой системы кто-то должен прийти на его место и родиться. Если такое перерождение происходит быстро, это означает то, что род достаточно здоровый, то есть у него достаточно много энергии для того, чтобы воспроизводить себя самого. И если это происходит очень быстро, я не знаю, насколько мы можем утверждать, что это тот же самый человек. Дело в том, что есть какие-то законы перерождения, они видны астрологически, должно пройти какое-то время, прежде чем будет подготовлено новое тело. Конечно, бывает, я могу допустить такое, что бабушка уже преклонных лет, и она уже чувствует, что переродится во внуке, и вот такое быстрое перерождение случается. Такое тоже, возможно, это надо через гороскоп смотреть, просматривать эти позиции, потому что видно умонастроение человека в момент смерти, то есть мы смотрим дату его смерти и пытаемся считать умонастроение или последнее желание, потому что нас заставляют перерождаться наше желание. И потом эти желания переходят в следующую жизнь, и там что-то будет похожее в гороскопе. То есть мы вот эти ниточки можем, эти пути перехода можем проследить и сделать предположение. К тому же есть еще другие факторы. Там сдвигается определенная ось, раку кету, то есть мы это изучаем, если у кого-то есть такие подозрения, но подозрения они не могут беспочвенными быть, то есть кто-то на кого-то сильно похож, или есть такие же признаки, те же, ну мало ли, там бывают одни и те же привычки, и вы думаете, что это как раз-таки умерший дедушка, прадедушка, то можно посмотреть гороскопы и так сказать более-менее точно, что да, действительно очень похоже, и очень похоже на перерождение. Но вот такое быстрое в течение одного года характерно, когда бывает такое, что еще ребенок когда умирает, и вдруг через несколько лет у мамы рождается еще один ребенок. И вот это может быть тоже перерождение. И что еще мы хотели сказать, одну тему осветить, что когда душа все-таки уходит, нужно какое-то время бывает для того, чтобы пройти вот путь, там тоже есть путь за пределами, чтобы очиститься, чтобы понять свои желания, и чтобы было подготовлено новое тело. И когда перерождение происходит быстро, оно считается удачей, это считается, что хорошо, что мы не задерживаемся, мы идем быстро, эволюционируем, получаем тело. Да, я хочу сказать, что есть совершенно замечательный фильм, он называется «Носалар». Я когда впервые мы услышали в Бразилии, когда мы были в духовном госпитале Джоау от Бога, его так называют в народе, в принципе, это была очень... Первая поездка была особенно трансформационная, потому что, когда я посмотрела этот фильм, очень многое стало понятно. Там показывается о том, что происходит с душами после смерти. Фильм совершенно потрясающий. Там все очень красиво. Ну, красиво, когда человек, который умирает, кармически хорошо себя вел, так скажем. А если, допустим, он был самоубийцей, покончил жизнь самоубийством, то он попадает в какие-то низшие миры. И вот там все это очень здорово показано. Но дело в том, что если кто-то боится смерти или думает об этом со страхом, то после этого фильма вот эти страхи все уходят. Происходит понимание, что, в общем-то, это просто мы снимаем костюм, наше тело уходит, душа остается. И что происходит потом? Вот показано перерождение опять же, как готовят ту самую душу к тому, чтобы она возродилась опять. Я просто очень рекомендую всем посмотреть, у кого будет возможность. Кстати, если нас кто-то слушает или будет слушать запись, те, кто находятся рядом в Чикаго, мы этот фильм будем показывать 24 сентября, как раз на русском языке. Он идет на португальском, но с титрой на русском языке. У нас был там еще вопрос, по-моему, про аборты, что-то связанное с абортами. Да, был вопрос. Но вопрос больше теоретический, чем астрологический. Получается, что вопрос о том, насколько это на нас влияет, то есть насколько это влияет на род. Конечно, это нарушение законов определенных, естественного течения вещей, естественного перерождения. И получается, что это прерывание определенной судьбы. И что с этим делать? Понятно, что это явление мы больше рассматриваем как негативное, нежели то, от которого можно просто отмахнуться и идти дальше. А что с этим делать? Есть такое понятие, как вытеснение и принятие членов своего рода. И вот если такие вещи были, то о них нужно прежде всего говорить. Это очень важно. Потому что приходят в то же время мамы на консультацию. И есть карта деторождения. Есть определенное место, определенный подраздел, где можно посмотреть, как дети рождаются, какие беременности, кто за кем идет. Можно примерно предположить пол ребенка, какой он, какие с ним будут отношения. И выясняется, что видно, что ребенок не первый. То есть уже прошло, что-то прошло, энергия уже была, которая должна была реализоваться. Объясняется, что да, были аборты. Но об этом не стоит умалчивать. Это наоборот стоит анализировать, стоит рассказывать своим детям, рожденным, что до них были тоже какие-то дети, которые должны были прийти, но у них не получилось. Тут даже дело не в том, чтобы испытывать чувство вины. Тут в том, чтобы понимать ответственность. И когда такое происходит, нужно просто этому человеку дань отдавать определенную. То есть или ставить свечку в церкви. Не вытеснять, потому что вытеснение – это самая опасная вещь в системе. То есть когда мы о ней не говорим, то есть когда то же самое относится к таким вот нежелательным элементам нашего рода. Типа человек, который спился и вел себя плохо. И мы предпочитаем о нем забыть, и вообще его нет как будто бы у нас. Но дело в том, что нет пустого места. То есть если он пустого места, он будет корнями прорастать во всех членов этого рода и пытаться заявить о себе. И это будет отражаться в том, что у людей начнутся склонности к такому поведению. Он все равно будет свои желания там реализовать, если он забыт, если ему не передается энергия. Потому что даже человек, который, казалось бы, опустился, он взял на себя очень важную задачу – показать, как не надо делать. Или показать, что было бы, если бы вы вот так сделали. Вот такую жизнь это превратилось. И за это его нужно благодарить. Спасибо, что показал. Спасибо, что душа вот эта пришла и взяла на себя такой большой груз. И такую жизнь, чтобы прожить. И тогда род возрождается. И тогда этот человек может получить новое рождение. Эта душа может получить новое рождение совсем в других одеждах и с другими. Конечно, уже такой судьбы уже не будет. А если мы его вычеркиваем, вытесняем или абортированных детей вытесняем, то это передается нам все время, где-то на тонком уровне, все время эта проблема рядом с нами. Да, и то же самое, наверное, относится, когда мы говорим о прощениях. И вообще любой даже негативный момент нужно проработать. И пускай это будет много эмоций, но эмоционально мы проработаем, мы простим. Потому что наверняка у нас возникает какой-то такой момент, что мы не можем то ли простить этого человека, то ли эту душу, то ли еще что-то. И вот когда мы это прорабатываем и прощаем, оно потом все становится лучше и веселее. Но еще нужно простить самого себя. Абсолютно. Да, за какие-то. Позволить себе действовать так, как я действовала в прошлом. Потому что на самом деле никакого прошлого не существует. И мы все в себе, и будущее, и прошлое, оно все здесь и сейчас существует. И вот это умение принять себя во всех своих возможных ролях, это очень важно. И тогда мы перестаем требовать от других, когда мы приходим к этому, понимаем, требовать от других или осуждать кого-нибудь за действия. Невозможно осуждать человека, который вынужден был сделать, женщину, которая была вынуждена сделать аборт. Ты принимаешь себя полностью и себе тоже даешь такое право в каких-то обстоятельствах это сделать. И думаешь, слава Богу, что у меня сложилось так, что я это не делаю. Да, спасибо большое, Ань. У нас там еще, по-моему, был вопрос о том, что происходит, если ребенок рождается в ведические праздники, ну, особенно, когда в ведические праздники или вообще какие-то другие праздники. Чем отличаются такие дети? Да. И хорошо ли это? Да, когда ребенок рождается в праздник, там был такой вопрос, праздник не ведический, а любой, да, вот церковный праздник, может быть, православный. То есть той религии, которую исповедуют родители. Что-то это значит или это не значит ничего? Конечно, это значит. Это значит, что этот ребенок пришел к родителям, которые пользуются эгрегором. Эгрегором какой-то религии. То есть что такое эгрегор? Это достаточно независимо существующая сама по себе энергия, такой собирательный образ, мыслеформа, которая сама себя подпитывает за счет тех людей, которые практикуют эту религию. То есть они собирают туда, они туда что-то набрали энергию. И там были святые в этой религии, которые очень много энергии отдали в этот эгрегор. И он становится защитой для ребенка. То есть это дополнительная защита. То есть если мы решим покрестить ребенка или дать ему ведическое имя, традиции, какой мы хотим, или еще какой-нибудь религии, то мы, получается, подключаем его к этой защите, которой мы сами пользуемся. И если ребенок рождается в какой-то праздник, то в праздник всегда есть более накопленная энергия. То есть эта точка, опять-таки солнечная точка, солнце встало в определенный градус. В это время обычно празднуются... Ну, кстати, да, эти праздники-то религиозные празднуются с учетом солнца и луны. Поэтому у них плавающие даты часто. Поэтому мы не можем сказать, что это всегда в один и тот же день. Это государственные праздники в один и тот же день. Ну, допустим, он родился в какой-то праздник, это было... Там такое... У людей было приподнятое настроение. Все это отражается на окружении. И, конечно, это дает ему дополнительную энергию. Вот так можно сказать. Дополнительная энергия точно есть. Энергия вот этого воодушевления. И если он будет... У него больше возможности воспользоваться поддержкой многих, не только своих родителей в этот день. То есть энергия благостная. Ну, наверное, мы уже продолжим, посмотрим дальше вопросы. Задавайте нам, пожалуйста, вопросы. На Сангейт Радио можно найти там информацию, контактную информацию. На странице, особенно на странице в Фейсбуке Сангейт Радио вопросы к Ане Ласточкиной. Она также сама их там увидит, если вы будете это писать. И мы с удовольствием ответим на все вопросы. Если кто-то хочет взять персональную консультацию с Аней, это тоже возможно. Обращайтесь, пожалуйста. Аня совершенно удивительный астролог. Она прорабатывает все до деталей и дает очень полезную и нужную информацию. которую можно потом использовать для того, чтобы развиваться. И эту информацию обязательно надо учитывать в своей жизни, потому что она помогает понять какие-то позитивные, негативные моменты. Но как их правильно, эти негативные моменты, использовать? Все ведь у нас не стоит на месте, и поэтому мы можем развиваться вместе с развитием планет, как они становятся на карте. Еще хотела, какой вопрос задавать. И думала наметить тему следующей передачи в связи с этим. Спрашивали меня по поводу того, как называть ребенка, как вообще называть человека, какое имя ему выбирать. В соответствии с гороскопом. Может ли гороскоп что-либо подсказать по этому поводу? Или правильно ли мы выбрали имя для ребенка? Как вообще имя влияет на человека? И за последнюю неделю ко мне несколько человек почему-то обратились с этим вопросом, совершенно с разных мест, с разных источников. Кто-то спросил уже взрослый, если я сменю фамилию, что будет? Мы можем коснуться вопроса имени, выбора имени по гороскопу. Для меня это тоже тема такая, больше связанная с исследованиями. Есть классические вещи, которые записаны в ведической литературе, астрологической, что можно выбирать по Нахшатре. Но на мой взгляд там не очень практичные вещи. На какую букву назвать ребенка, на какой слог назвать ребенка в соответствии с Йонакшатрой, я уже сейчас пытаюсь исследовать этот вопрос поглубже и уже применять к нашим именам, которые у нас существуют в этом пространстве, нашим русскоязычном, и смотреть, как имя отражается на судьбе человека, как это можно с гороскопом также связать. Очень часто называют детей в честь бабушек, дедушек. Опять же, мы можем посмотреть, насколько эта традиция обоснованная, или, может быть, это не имеет никакого вообще смысла. И обо всем этом мы поговорим в следующий вторник, скорее всего. Ну, а сегодня мы прощаемся с Аней. Огромное спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Михаил, еще раз с днем рождения и процветания ему, и реализации творческих проектов. Спасибо огромное. А всем всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok